Амичи могут увидеть старт-арт. Так называется конкурсный показ работ преподавателей художественных школ города. Организаторы подчеркивают большое значение конкурса. Именно так педагоги могут расти профессионально. Ну и значит профессионально преподавать искусство своим ученикам. На старте арта побывала Ксения Бессараб. Словно иллюстрации детской книжки выделяются среди других эти работы. И по технике, и по форме. Замысел их тоже почти что книзный. Картинки на страницах помогают лучше понять сюжет. Как Людмила Дарвина рассказала обычные житейские ситуации с детства. Я вспомнила себя, как я в бабушке в частном доме. Маленькая весна. И мы пускали в лужи кораблики. А еще одна третья картинка. Это картинка о такой нечаянной встрече. Мне кажется, что мир не просто так хаотично устроен, а все как-то притрешено. И вот представьте себе, два совершенно незнакомых человека сидятся на лавочку. Они еще друг с другом незнакомы, но их ангелы уже друг друга знают. На открытии выставки Людмила пришла одна. Этот день совпал с рабочим выходным. Чего не скажешь о других преподавателях. Ксения Романенко привела своих учеников. Чтобы дети поняли, что их преподаватели, не только я и мои коллеги, не просто мы несем знания, а все-таки работаем над собой тоже. И работаем как художники. Я думаю, что для детей это какой-то стимул. Есть несколько номинаций. Я решила попробовать именно с концептом поработать. Поработать художником можно было и с жанром, и со стилем. На первый взгляд эта работа напоминает обычные глиняные кувшины. Но если приглядеться и включить воображение, можно увидеть – это корни первых цветов, стилизованные. И намеренно имитируют настоящие клубни подснежников. Произведение в стиле, на грани фантазийности. Так работа Валерия Тимофеева пересекает одну картинную раму и плавно пересекает в другую. Это рождается в процессе работы, потому что сначала действительно была задумка сделать одну работу, но так как она композиционно как-то потянула за собой увеличение формата, я решил, что можно сделать таким образом. То есть это и не диптих, и в то же время работа, состоящая из двух частей. Так и получился ландшафт в два листа. Участники выставки могли свободно выбирать технику и тематику. Единственное условие – стиль, жанр и концепт должны быть решены через плоскость и тон. По словам организатора выставки Евгения Груздова, такие эксперименты помогают педагогам развивать свою методику преподавания. При этом это очень важно, что они дают старт своим детям. Невозможно научить творчеству, самому не занимаясь творчеством. Поэтому именно как указание на то, что они имеют дело с детьми, которые стартуют в искусство, они сами в какой-то степени выступают теми людьми, которым еще предстоит сделать какие-то важные шаги. Важный шаг художники сделают и 31 марта. Тогда и подведут итоги выставки. А до этого момента преподаватели еще успеют показать своим ученикам старт-арт. Ксения Бессараб и Максим Мартынов. Антенна 7.